Кубанское казачество развивается на почве богатых исторических традиций. Для того, чтобы способствовать этому развитию, особое внимание уделяется подрастающему поколению. Вот уже в пятый раз в нашем районе прошел муниципальный этап краевого конкурса «Лучший казачий класс». По традиции участников этого интереснейшего состязания приняла 16-я средняя школа имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца. Здесь всегда стараются, чтобы конкурс прошел на высоком уровне. И на торжественном открытии звучали прекрасные слова о казачьих традициях, дружбе, товариществе, гостеприимстве. В Славянском районе 126 казачьих классов и групп, всего около 3000 учащихся. Так что есть кому побороться за почетное звание лучшего казачьего класса. Представители восьми школ участвуют в восемь команд. Дети борются в трех номинациях. Это у нас научно-практическая работа, готовясь к которой к своему выступлению. Дети, конечно, очень много изучали материалов о наших кубанских традициях. Потом следующая номинация – это народные игры. И третья номинация – это народные традиции. Ребята из 16-й школы очень рады, что конкурс проходит именно у них. И всегда охотно принимают в нем участие. Мы участвовали уже второй раз в этих соревнованиях. В прошлом году мы заняли первое место. И для нас это очень ответственно участие принимать в этих соревнованиях. Мы готовились к ним. И на данный момент мы думаем, что сможем выступить достойно на этих соревнованиях. Нужно просто помнить о культуре Кубани, о ее обычаях, традициях. Быть духовно развитым человеком, следовать каким-то нормам, морали, чтобы показать, что ты достоин. Что ты помнишь историю своих предков, своей родины. При этом, в принципе, все получится. Участие в конкурсе повышает творческий потенциал учащихся классов казачьей направленности. Содействует их духовно-нравственному воспитанию и интеллектуальному развитию. Ребята занимаются исследовательской работой, изучая обычаи и традиции казаков. Всем было очень интересно узнать об особенностях казачьей кухни. Защищая свой доклад, ребята использовали различные источники. Расширяли свой кругозор. Учащиеся из 43-й школы хутора Баранниковского представили на суд жюри и зрителей театрализованное представление на основе обрядов и обычаев кубанских казаков на новоселье. Мы очень любим кубанские традиции. Мы выбрали, чтобы было веселее. И такой сценки никто не показывал. Мы решили взять именно эту, чтобы не повторяться. Мы очень долго к ней готовились. Ребята из хутора Нищедимовского рассказали о свадебном каравае, в котором, как в капле воды, отразились представления народа о подготовке к главному событию в жизни семьи – свадьбе. После того, как замешали каравай, зажигали свечи. Перед тем, как поставить тесто в печь, трёсная мать-невеста обходила с ним избу. Украшенный каравай смазывали мёдом. Мы решили остановиться на свадебном каравае. Почему? Потому что, во-первых, это самый такой популярный обряд, потому что он сохранился до сих пор. Сейчас же даже современные свадьбы, пекут люди каравай. И поэтому мы подумали, почему бы не сделать именно так. Потому что, ну, традиция остаётся, это не нужно забывать. И вот каравай нам испекли, да, действительно, пекли сами. По итогам трёх конкурсных номинаций в двух возрастных группах в общем зачёте победили команды из 46-й и 9-й школ, на втором месте учащиеся 16-й и 11-й школ, на третьем – ребята из 48-й и 19-й школ. Победители муниципального этапа будут защищать честь района на региональном этапе конкурса. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».